Так, значит, четвертая тема – количество информации. Давайте сразу определимся по поводу следующей темы. У нас с вами по плану сетевая адресация, мы ее брать не стали, потому что ее в этом году в деньгами нет, хотя лекция сама по себе очень интересная была бы, да? Мы решили ее факуализированно потом взять. Следующая тема у нас по плану информационной модели. Это графы, поиск пути и таблицы. Это очень просто, да? И мы с вами подбираемся, наверное, к одной из самых неоднозначных тем, хотя тоже несложной – это алгебрологики. То есть давайте следующая тема у нас будет с вами по таблицам, по информационным моделям, да? Вот. А еще через занятие будет у нас с вами алгебрологики и так далее. Тема, на которой мы застрянем, ну, занятие на два точно. Все ли понятно? Да. Хорошо. Все записывается, опять же, наклеиваю ватермарку, скину всем в телеграм-группу. Вот. Кстати, кого добавить, пишите номера свои, добавим. Так, давайте. Вот, ладно. Соображение, которое потребуется нам сегодня, в принципе, всем известно. С помощью k bit, да? Можно закодировать два вкатой вариантов, чего бы то ни было. Спасибо, Данил, я потом вас добавлю. Так. Да? Понимаете, почему так? Потому что у нас, например, есть три бита. Каждый из них может принимать вариант, да? Либо один, либо ноль, да? Либо вкл, либо выкл, да? Либо да, либо нет. И у нас получается здесь два варианта, здесь два варианта, здесь два варианта. Итого получаем два в третий. Восемь вариантов. С помощью трех бит можно закодировать восемь вариантов. А, само собой, если вам нужно меньше вариантов закодировать, допустим, семь, то это тоже три бита. То есть, просто потому что двух уже не хватает. Понимаете? Спасибо большое, спасибо за номера. Так, дальше. Значит, поехали. Ничего такого сложного сегодня не будет. Тема маленькая, мы закончим раньше, чем хотелось бы. Так, давайте разберем данную задачку. У нас с вами пароль, который состоит... Так, я сейчас тогда вот так вот сделаю, чтобы меня не отвлекали ваше приходящее сообщение. Я просто их выложил сюда себе. Так, дальше. Смотрите, у нас с вами пароль, да? А, стоящий с 15 мест. Правильно? Так, и 12-й символьный набор. Сколько у нас с вами всего бит требуется, чтобы закодировать 12 символов? Четыре бита. А кто скажет, а почему? Я скажу. Давайте. А потому что нам нужно закодировать верхнюю границу от 16. Да, потому что 12 находится между у нас с вами 2 в 3, да? И 2 в 4, правильно? А в 8 бит... Нет, а 3 бит мы с вами не хватит, чтобы закодировать 8 символов. Правильно? Да? А 4 бит хватит, чтобы закодировать 12 символов. Потому что 2 в 4 будет 16. Согласна? Да. Согласна, да? То есть получается, что чтобы закодировать один символ, да, который может принимать 12 вариантов, согласна, нужно 4 бита, верно? Все поняли? Да, да, да. А у нас с вами пароль, который занимает сколько? 15 символов по условию, да? А у нас он получается, если на каждый символ 4 бита, то на 15 символов сколько бит? 60, верно? Согласна? Да. Так, хорошо. У нас с вами нужно пароли в системе дополнительных сведений 12 байт на одного пользователя. Да, согласна? Так. Что это значит? Что это значит? К 60 битам надо добавить еще 12 байт. А то почему? Да, добавить, да, да. А у нас с вами 60 бит, да? А сколько байт это получается у нас? Целых. Полных байт. А сколько? Ну, полных и еще половин должны храниться, правильно? Пол байта, да? А где она должна храниться? В том самом восьмом байте, правильно? Да. А 8 байт, да? И если у нас с вами для хранения дополнительных данных нужно еще 12 байт, то мы складываем и получаем 20 байт, да? Правильно? На каждого пользователя, верно? Да. Да? А сколько пользователей у нас с вами? Всего 50 пользователей, да? Значит, получается, что мы с вами... Вот раз на одного пользователя у нас с вами 20 байт, то для 50 будет у нас с вами 1000 байт. Да? Правильно? Да. Все ли понятно? Да. Все. Хорошо. Вот дальше. Давайте разберем дальше. Да что такое у нас сегодня? Так. Так, снова. У нас с вами снова 12 символов, да? Так. Четыре. Бита на каждый символ, правильно? Так. 15 символов снова у нас с вами, это 60 бит. Да? Так. Дальше. Я не вижу половину задач вообще. Половины правого. Ну, это 8 байт. Пароля для каждого пользователя хранятся дополнительные сведения. Целое число байт. Да? То есть, получается, если 8 бит, да, мы с вами получаем 8 байт. Правильно? Так. Допустим, у нас с вами вот это вот целое число байт, которые мы добавляем, это у нас с вами, допустим, это А. А для хранения о 20 пользователях потребовалось 400 байт. Значит, для хранения одного пользователя потребовалось 20 байт. Согласны? Да. Получается, если у нас на одного пользователя был 8-байтовый пароль, да, и всего на него мы излили 20 байт, то А будет у нас с вами 12. Правильно? Да. Все, правильно. А есть ли те, кто не понял? Хорошо. Я, друзья, я ничего не выдумываю сегодня, я даже олимпиадные вещи не припас сегодня, потому что... Ну, представьте, они же не для всех задач, вы не для всех, тем у меня есть. Будут темы обязательно, да? Так, дальше. Следующее. У нас с вами снова, да, 12-ти буквенный набор, а 15 символов. Снова 60 бит, так понимаю, да, будет? Да. Дальше. Целое число байт, два символа, кодирование, одинаково, кроме подавления 12 байт. Так. Снова 1000, что ли, получается? Да. То же самое, что было в первом случае, да? Видите, даже забираю дорогу, скопировал просто все. Так, а есть ли те, кто не понял, давайте, скажите честно, пожалуйста. Да, можно еще раз? Да. Смотрите. Тут самое главное внимательно условие считать, да, самое главное. А у нас с вами даны вот столько вариантов, какой может оказаться наш каждый символ. Да, ну, то есть, а веком, но, стух. Да, вот. А то есть, а если мы с вами нарисуем 15 мест, да, то у нас каждый символ может быть от одной из 12 букв. Согласны? Да. А мы с вами знаем, что с помощью k-bit можно закодировать два вкатые варианта. Мы с вами это выяснили, много раз выяснили, доказывали. А 12 вариантов, вот это больше 8, да, то есть, поэтому 3-х бит не хватит, но меньше 16, правильно? Значит, 4-х бит хватит для того, чтобы закодировать 12 символов, правильно? 12 вариантов, верно? Вот это на один символ. А у нас в пароле 15 символов, да? Вы понимаете? В пароле 15 символов, значит, 4 бита на 15 получаем 60 бит. Поняли? Да. Да. И это на одного человека, правильно? Это на одного пользователя. Кроме пароля, который занимает 60 бит, и это равно 7,5 байт, да, а надо быть целое, да, число, значит, 8, да, правильно? Да. Вот. Потому что 7 байт не хватит, чтобы закодировать, чтобы принять в себя 60 бит, да, только 8 должно быть, да, чтобы хватило запаса. Помимо пароля 8-байтового, да, у нас с вами еще 12 байт на хранение всякой фигни об этом человеке. Да? А 12 байт – это аж 12 символов, аж, да, в каком-нибудь, в кое 8, например. Вот. И мы с вами знаем, что можно закодировать в 12 символов? Не знаю слова, комментарии, не знаю, да, обзывательства. Вот. И получается 8 плюс 12 на одного человека 20 байт. Согласна? Да, да. На одного человека 20 байт, значит, а на 50 человек – 1000 байт. Да, 1000 байт. Хорошо. Так, дальше. Надеюсь, стало понятнее теперь, да? Стало понятнее, надеюсь. Хорошо. Дальше поехали. Тут все однотипно, друзья, сегодня будет. Тут даже не особо интересно получается. И таких разных задач, как, допустим, комбинаторных на второй лекции, у нас сегодня не будет. Ну, ничего. А мы эту тему просто пройдем и все. Просто пройдем. Так, у нас с вами 7-буквенный набор, да? И на 6 символов, правильно? Угу. Да? Да. А у нас с вами что получается? Что 7 вариантов нам… Для этого сколько бит нужно? На 3 бита. Да? Все понимаете, почему 3 бита? 2 в 3. 2 в 3, потому что, правильно? Ну, то есть 7 вариантов, а меньше 8, значит, нужно 3 полного бита, чтобы закодировать 7 вариантов. Правильно? Пароль 6-символный. Это означает, что у нас с вами получается сколько? 12 бит, да? Одна пароль. Согласны? Да. Да. А сколько это байт? 3. 3 байта, да? Правильно? 3 байта, правильно? Так, дальше. А если у нас с вами это 3 байта на пароль и еще 10 байт на информацию о человеке… Бонус 100 человек, 1300. Получаем 13 байт на одного человека. Одного. И 1300 на 100 кольт. На 100. Как-то вот так, наверное, да, получается? А какое это задание в ЕГЭ? Ой, блин. Это, кажется, второе. Нет, это где-то среди. Нет, это не второе, точно. А там… А, нет, это 11-е. Да? Сейчас посмотрю, подождите, пожалуйста. Это 11-е. Тоже где-то ЕГЭшник. Объем памяти для хранения. Сейчас посмотрю у себя, подождите. Да, 11-е написано. Написано, что 11-е. Так, все? Да, красиво. Дальше? Все, хорошо. Так, ну еще одно сделаем, давайте и дальше пойдем. Тут однотипно получается. Так, давайте дальше. Попробуйте. Тут то же самое почти. Угу, то же самое. Так, семибуквенный. Да, у нас с вами только байт побольше. Теперь найти нужно другую штуку, правильно? Так, основа семибуквенной. Пароль, да? Снова три бита, правильно? Да. Да, снова восемнадцать бит. Снова три байта. Денадцать, вроде. Да. А бит там нужно сколько бит? То есть надо еще провести. Посему на кодирование, да? Возможно, количеством бит. Тогда не так. Восемьдесят восемь. Так. Так, хорошо. Давайте с конца пойдем. А у нас с вами от 1400 байт на 100 человек, верно? Да. То есть получается 14 байт на одного. Да? А если 14 байт на одного, то мы это в биты быстренько переводим. И это... Так. Восемьдесят тридцать два. Это... 112 байт, правильно? 112 бит, верно? Согласны? Ага. Да? А то есть на информацию... Ага. А то есть на пароль и на инфу 112 бит, правильно? А если на пароль у нас 18 бит, то сколько на инфу получается у нас? А 94 бита. Да? Ага. Вот мы ее нашли, получается. Это на одного. Да, на одного. Это на одного, да? Да, на одного, да. А можно разделить на 100, правильно? Поэтому на одного. Ага. Да? Так, надо еще одно сделать. Я по комментариям, я понимаю, что мы не до конца говорим. Так, еще одно сделаем, давайте. Вот. То же самое, да? То же самое. То же самое, но уже полторы. Получаем 15 байт, да? На одного. На одного. 15 байт на 8. Это получается 120 бит, правильно? Да? А с другой стороны у нас с вами 7-буквенный набор и 10 символов. Да? Это получается сколько у нас? 3 бита, да? Одна буква 3 бита, на символ 3 бита, верно? Получаем 30 бит, да? На пароль, правильно? Ага. Вот. И если получается у нас с вами 120 бит, это общая инфа вместе с паролем, и 30 бит на пароль, то получается 90 бит. Остального. 90 бит на основную информацию. Да? Все ли понятно, друзья? А есть ли вопросы к этим задачам? Скажите честно, что я не понимаю. Лично у меня нет. Так, хорошо, еще, еще. А то, да, чем честнее вы будете, тем больше мы сможем разобрать. Так. Ну, чего? Ладно, хорошо. Если все нормально, то дальше пойдем. Так. Здесь у меня такая длинная штука. Значит, уже... Так, это у нас новая, новая. Ну, сейчас я другую тип найду. Задача. А, вот, все. А в следующий пошел тип. Так, друзья, у нас с вами... Кто был на прошлом занятии, тот помнит, что мы с вами рассчитывали кусок информации, да, как будто это некое расстояние, которое мы проходим на скорость за определенное время. Да, если помнить? То есть, у нас, если вы помните, то мы количество символов умножали на кодировку для того, чтобы сосчитать, сколько места это занимает. Да? В смысле в битах. Или в байтах, если хотите. Вот. А то есть у нас изначально с вами было некоторое сообщение. Да? Правильно? Сообщение... Ну, допустим, в битах. Да? Допустим. А если у нас с вами с помощью Unicode один символ кодируется 16-ти битами, правильно? Да? Значит, k символов кодируется как 16k. Правильно? Согласны? Так. Ну, и при этом у нас получается с вами, что если мы с вами изменили кодировку, то мы же при этом не меняем количество символов. Правильно? Согласны? Ага. То есть символы то же самое. Пробелы все те же, да? Кавычки все те же. Знаки пропинания те же все. Вот. То есть было 16k в закодированном, да? Вот в этом виде. А стало 8k. Правильно? Согласны? Да. Вот. То есть если мы из одного объема информации читаем другое, то получаем разность. Да? Получается, что... Вообще в битах разность. Вот. Это разность 480 бит. Да. По сути нам нужно найти k. Это количество символов, которые мы умножаем на кодировку, да, и получаем биты. Да, понимаете? То есть вот этот коэффициент k. Это число символов, которые были изначально и которые не менялись при перекодировке. Правильно? По сути можно получить в уме, что это будет, по-моему, 60, да? Но в самом деле, да, 60 символов, а если каждый из них мы кодируем двухбайтной кодировкой, да, то есть синей кодом, то мы получаем 960 бит. Правильно? Да. А если мы 60 символов закодируем кой 8, да, то есть однобайтовой кодировкой, то у нас будет с вами 480 бит. Правильно? Ага. То есть тот же самый набор символов мы просто перекодировали и получили разницу в 480 бит. Ага. Надеюсь, стало понятно. Да. Хорошо, хорошо, дальше пошли. Сейчас. Дальше пойдем. Так. У нас с вами такая задача была во второй лекции, когда у нас была комбинаторика. Там были такие два тунглера, помните? И там было в каждой по 6 вариантов. Вы помните, была в самом конце такая задача у нас? Да. Так. Значит, смотрите. Я как бы ничего не выдумываю, я просто копирую стандартные задачи, которые есть у нас в этом доступе. специальная кнопка в ков-выкл. Не знаю, зачем мне это надо. И выбор режима два тунглера. То есть у нас получается есть каждый из пяти положений. Да? Сколько вариантов режимов работы? Да? А здесь любая из пяти. Правильно? Да. Здесь любая из пяти. Согласна? Так. А с любой комбинацией ручки здесь, будет любая комбинация здесь. Правильно? Да. То есть поэтому 5 умножить на 5 будет 25. Согласно? Да. А есть те, кто не понимает этого, друзья? Как это работает? Вроде все ясно. А то у вас есть два класса. В одном из них 20 человек, в другом 19. Сколько существует способов выбрать по одному человеку из каждого класса? 20 умножить на 19. Правильно? Да. А с любым человеком из первого класса может выйти любой человек из второго. Значит, любой из 20, с любым из 19. без деления на какие-то факториалы еще. Хорошо. Хорошо. Дальше. Дальше. Так. Что-то как-то слишком... А зачем нам повторение задать что-то такое? Скажите. Повторение, мать, вещение. Да? Ну и... Хорошо. И как? И помогает нам оно, нет? Ну да. Потому что можно что-то забыть, а потом о том вспомнить и не забыть. Подождите, подождите. Ну ты особо ничего не забудешь. При этом крайнее, нижнее, одновременное положение обеих ручек соответствует отключению устройства. То есть у нас с вами... А, не считайся. 5 на 4. Да. 25 вариантов у нас получается на различных вариантов. Но одно положение, да, у нас с вами нерабочие условия. Значит всего 24 только. 24 варианта, конечно. Да? Значит 24. Надо нам внимательные условия читать. О том, как ходим, сидим, да? Так, хорошо. Ну, все ли поняли, друзья, это? Да. Небольшая комбинаторика, да? С небольшим уточнением. Хорошо. Дальше пойдем. Что-то все пропало. Подождите. Пройдем у меня все. Так. Угу. Эх ты. В одном из пяти положений. Каково минимальное количество тумблеров для обеспечения работы на 37 режимах. Ну, смотрите. А пяти во второй не хватит? Нет. Да? Потому что будет 25. Шесть во второй не хватит. А, сейчас у меня есть тумблеров, да? Разные тумблеры. Пять в третьих хватит уже. Пять в третьих? Да? Пять в третьих будет 125. Правильно? Да. То есть, получается, у нас с вами должно быть... Три тумблера. Тумблера, да? В каждом по пять. Да. Так. Ну, поняли, короче. Вот. То есть, получается, что у нас с вами три тумблера, да? Все. Да, совершенно верно. Хорошо. 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 Так. Ага. Друзья, кто из вас слышал, хоть кто-нибудь из взрослых людей, кто называет правильно эту штуку? Почему они все поголовно говорят и нэ-нэ? Почему они вот так вот говорят? Что мешает нормально это все произносить? Я не знаю. Почему так? Все. Поголовно причем. Не знаю. А какое-то заболевание у всех одинаковое. Не знаю. Так, ладно. Дальше. А в стране проживает вот столько человек. Мало, да? Так. Так. Попробуйте решить. Угу. От вас. Четыре. Ну, то есть, тысяча человек, да? Получается, что у вас мест сколько? Четыре места. Да, я понимаю, что вся комменторика – это по поводу мест и по поводу вариантов в каждом месте. Да? А четыре места, правильно? Так. Каждая может выражаться какими у нас с вами? Ноль. Вот один, два, три. Правильно? Да. Хотя нам это не нужно, по сути. То есть, получается, что четыре на четыре, на четыре, на четыре, да? Двести пятьдесят шесть. А у нас на тысячу человек. Еще четыре надо. А поэтому нужна еще одна цифра, чтобы было четыре в пятой, а тысяча двадцать четыре, правильно? То есть, а четырех символов нам не хватит, да, в ВНН, правильно? А потому что будет всего двести шесть вариантов, да? Ага. А еще одного хватит, потому что будет у нас с вами два в десятой тысячи двадцать четыре. И это будет ровно на тысячу человек, да? Друзья, значит, попробуйте пока вот… Все помнили? Да. А какой ответ нужно записывать? Только я не понял. Смотрите. Сколько разрядов там? Пять. Нашей четверки означает, сколько разрядов вам нужно. Да. Понял. То есть, это сколько раз… Надо умножить. Само на себя мы умножаем, понимаете? Вот. Пять. Здесь будет петь. Надеюсь, это понятно. Друзья, попробуйте прочувствовать это все. Попробуйте прочувствовать. Так, дальше. Дальше. Вы пока решайте. Сейчас я найду значку. Я нашел, что вам дать сейчас. Денадцать вопросов. Сейчас. Подождите. Подождите. Я найду ее. А вы пока решите. Во, все. Чтобы лучше понимали меня. Двести человек. Четыре. 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 Почему? Четыре в четвертой. Двести пятьдесят шесть. А у нас с вами четыре варианта на символ, правильно? Да. А четыре в третьей – это будет у нас с вами шестьдесят четыре. Их не хватит, да? А в четыре в четвертой уже хватает. Поэтому хватит на всех человек, да? Друзья, вот как раз задачка, которую я сейчас у себя из-за гашнику нашел. Она как раз много говорит о теории информации и о том, почему именно на два мы делим. Вот. Смотрите. Дело в том... Погомясните. Я помню, я вам обещал что-то об этом сказать, да? Давайте представим себе, что у нас с вами есть поле для морского боя. Допустим, восемь на восемь. Восемь на восемь. И у нас с вами где-то есть закрашенная клетка. Где-то. Всего одна. А мы с вами можем эту клетку... А как можем найти ее? А мы можем с вами перебрать, правильно? Да? А мы ее вот можем угадать. Да? А еще мы можем ее вычислить. Вычислить. Вы правильно? Сколько ходов на перебор мы сделаем? 64. Нет. Сколько? Понимаете, в чем дело? 99. А что? 3999. А что так много-то? Перебором. 64 Александра, годов 64. На одну меньше, 63. Дело в том, что... Да, точно. Дело в том, что... А у вас есть два ящика. Да? И в одном из них хранится кошка. Допустим. Да? То есть два ящика, а в одном из них кошка. Да? Вот. Если вы заглядываете в ящик, да, то вы не просто узнаете, что здесь ее нет, а вы еще и узнаете, что она вот здесь вот есть. Вы поняли? Если там нет, уже значит тут точно. А если вы заглядываете вот сюда, вы не просто узнаете, что она здесь, а вы еще и узнаете, что ее здесь нет. Вы поняли? Теперь понятно, почему 63. Да. То есть, а когда у нас остается последняя клетка, две последние клетки, всего один ход нужен для того, чтобы найти ее, да? Понимаете, 63 хода. А если мы угадаем, то это один ход. Да? Да, мы угадали. А если вычислить, мы должны делить пополам, 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 пополам и пополам. Да? Шесть раз. Правильно? Да. Вот. По сути, здесь прямо все пересекается. мы с вами с помощью 64 вариантов закодировали нашу, скажем так, закрашенную клетку. Правильно? то есть, на ее кодирование нам потребовалось 64 от места, да, она может быть любой из 64. Это значит, что 6 бит информации мы получим, когда ее разгадаем. только нам нужно вычислять, да, а не угадывать или перебирать. Правильно? вся информатика это по поводу вычисления, а вот они угадывали или перебора. Вот. Я к тому, что это как раз и доказывает, да, и подтверждает то, что мы должны с вами пополам делить всегда наше множество. Есть такая вещь, как бинарный алгоритм, да, когда мы пополам строго делим, и мы не просто узнаем, что здесь есть наше число, а мы еще и точно абсолютно узнаем, что здесь его нет. А если мы хоть немножко отклонимся от нашей половины, да, отклонимся от нашей половины, извините, да, то вероятность того, что мы все узнаем об этом промежутке, да, и о том, что устраняемые неопределенности этого второго промежутка не равны, не равны, да, в том случае вот эти вот устраняемые неопределенности информации, которую мы получим из данного промежутка, нам нужно было, чтобы они были равны, поэтому пополам делить наиболее оптимальный алгоритм, понимаете, а мы не просто все узнаем промежутки, а мы еще и полностью устраняем неопределенность по поводу второго промежутка, понимаете, а в этом суть двоичной логики, в этом суть деления пополам, в этом суть самого понятия бит, да, когда либо так, либо так, в этом душа всей информатики, именно в этом, пополам делить, бинарный алгоритм строго пополам, поэтому задача вот эта вот, она не просто так, она просто вся прочувствована, задача, да, у нас с вами, я думаю, все из вас играли в такую игру, когда мы делили множество пополам, и вы, наверное, чувствовали, что пополам делить оптимально, да, то есть вам говорят да или нет, больше или меньше, да, поэтому у нас с вами вот этого числа 2 в 11, то есть 11 вопросов не хватит для того, чтобы множество пополам доделить, да, до одного, там важного значения, правильно, а 12 вопросов, то есть с помощью которых можно заказировать 4096 вариантов, верно? Уже хватит. Да, да, уже хватит для того, чтобы найти это число однозначно, да, потому что мы мы не хотим вариантов перебирать, потому что это будет вот столько вариантов, правильно, да, а мы не хотим угадывать, потому что вот у нас цель вычислять, да, а не угадать, потому что мы не можем гарантировать, а у нас цель гарантированное вычисление, а вот о вычислении за 12 вопросов мы вполне можем это все найти, да, все ли стало понятно теперь, почему так? Ладно, ладно, дальше пойдем, так, надеюсь, вы не устали, так, еще разок, давайте вернемся к нашей, ну, куда ты все скидываешься, так, сейчас, секунду, сейчас, это мы закончили уже, да, это первая тема, сейчас, это мы сделали, 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 ага, все, вот здесь мы сейчас, так, давайте, снова то же самое, да, можете решить, пожалуйста, максимально возможное количество жителей в стране, три цифры, да, каждому, по каждой цифре один из четырех вариантов, да, с помощью которых можно закодировать на 64 человека, да, человек, правильно, то есть, вот столько у нас с вами получается людей, так, всем ли это понятно, я думаю, да, так, а вот, такую по аналогии с первой задачей вы можете решить, пожалуйста, у нас было сообщение в K символов, да, так, 16K, минус 8K, получается 240, потому что у нас было гораздо больше, то это было столько же 240 было здесь, получаем, мы так понимаем, 30 символов, да, скорее всего, да, 480 минус 240, да, получаем 240, да, так, хорошо, дальше, оу, вот это, да, сколько бит, мы с вами, так, я напоминаю, друзья, что в одном мегабайте 2000, вернее, 2 в 20 байт, второй вариант, да, а значит, это будет 2 в 20 третий бит, правильно, еще на 8, да, и еще на 2 в 3, потому что 8, да, получаем 2 в 26, а кто не понимает, скажите, вот такое задание рели на ЕГЭ может попасться, не знаю, я, мое дело украсть, так, вот, мое дело скопировать, честно, честно украсть, так, почему, что, почему, сейчас, почему 26, а дело в том, что у нас 8 мегабайт, правильно, да, 8, это 2 в 3, наверно, да, судя, вот, нашли битой, да, 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 совершенно верно, да, а 2 в 26, думаю, с этим мы не спорим, хорошо, дальше, так, я не знаю, я, у меня, другие сами живут, независимо, я просто скопировал, я это, я убываю, потому что, такие простые вещи, мы с вами, даже наугое смеемся уже, да, так, сколько битой режет 2 кг? Это будет 2 в 14, 2 в 14, так, давайте проверим, значит, 2 умножить на 2 в 13, да, 2 в 14, да, совершенно верно, проверка, а кто, кто вынес, сможет быстренько умножить 2 в 14, я говорил, вам степень учить двойки, всем, всем говорил, пригождается, кто вынес, быстро, 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 ну, так, ну, 16384, я быстрее, так, да, ага, так, ладно, дальше, следующие, поехали, следующие, тема, которую я не найду, что-то нигде, вот она, велокросс, 28 спортсменов, когда все спортсмены прошли промежуточный финиш, какой объем памяти, ну, смотрите, у нас с вами 28 человек, да, так, даже самая шляпа, сколько у нас с вами нужно, чтобы закодировать, да, 28 человек, 5 бит, правильно, да, а причем, не человек, а его номер, да, правильно, то есть у нас с вами номера от 1 до 28, да, от 28 вариантов, нужно 5 бит, чтобы закодировать каждый номер, правильно, согласно, да, каждый номер, да, 5 бит, верно, а спортсменов у нас с вами 28, правильно, да, то есть получается на 28 спортсменов, у которого из каждого 5-битный номер, получаем 28, 140, да, получаем 140 бит, да, на всех спортсменов, задачка очень интересная на самом деле, казалось бы, ничего у нас с вами нет, да, для решения, кроме одного числа, всего одного числа, правильно, а вот здесь надо просто понять, друзья, что, а мы не делаем с вами с запасом, да, на 28 есть 28, да, раз 28 спортсменов, то у нас, а мы должны это число максимально использовать, да, 28 кодируется 5-ю битами, а мы это с вами выяснили, и снова на 28 нужно умножить, потому что мы кодировали номер, и только одного человека, а номер одного человека считается с учетом, опять же, вот такого максимально оптимального хранения номеров, да, это оптимально, оно будет кодироваться 5-ю битами, мы с вами это выяснили, так, ладно, хорошо, дальше, дальше поехали, так, здесь внимание, здесь у нас с вами 96 кодируется, а прошли только 90, а 6-ю потерялись, так, сколько у нас с вами бит нужно, чтобы закодировать различное число вариантов, где можно спрятать 96 номеров, 7, 7 бит, да, потому что у нас с вами 2 в 7-й, это 128, да, а 2 в 6-й не хватит, чтобы закодировать 96 вариантов, да, а поэтому получается 7 бит на каждый номер, да, и только 90 человек у нас с вами прошли эту отметку, 630 получается, 630 бит, ага, да, что-то какая-то фигня пошла, так, а если те, кто не понимает, скажите честно, ладно, так, дальше, так, вот, а вот здесь, 2 в 6-й, 2 в 6-й, это сначала 6 получается 1, 2 в 6-й, тут только здесь ответ в байтах будет, да, а до этого было в битах у нас, то есть получается у нас 2 в 6-й на 1, да, правильно, то есть 6 бит на 1 спортсмена, на 48 и на 8, вот опять же мы убеждаемся в том, что мы чаще всего проваливаем балл не от того, что плохо решаем, а от того, что читать не умеем, правильно, внимательнее, пожалуйста, будьте, так, замечательно, то же самое, да, не все вернулись, а мало того, что не все вернулись, так еще и в байтах, так, а у нас с вами 7 бит, правильно, 7 на 96 и на 8, 8 на 84 байта, потому что 7 на 12, да, 8 на 84 байта, можно спросить? Да, а вот число бит мы считаем, число спортсменов, которые в общем было 108 или 96, которые после финиша пришли? Нет, мы считаем с запасом, то есть смотрите, мы перед стартом Белокросса должны всем выдать номера, правильно, и при этом мы экономим место для хранения этих номеров, понимаете, минимально возможный объем бит, в котором мы можем закодировать 108 вариантов, это 2 в седьмое, это 28, о, в смысле, 7 бит, правильно, потому что в нем 128 вариантов можно спрятать, понимаете? Да, да, вот, а уже то, что прошли из них только 96, ну, значит, столько и прошли, значит, столько, вот, то есть мы 7-битные номера раздали всем, да, но отметку прошли только 96 человек, да, и получаем число бит, я не знаю, сколько это будет, не умножал, я сразу на 8 разделил, потому что в байтах мы ищем, и получил 84, да, все ли понятно? А что, так не уверенно? Да, да, все. Хорошо, хорошо, так, ладно, хорошо, хорошо, так, ага, ну, давайте с запасом так сделаем еще разу. Опять. Ага, ну, я не виноват, я не придумываю все это, я просто копирую. Так, значит, 8 спортсменов, у нас с вами 7 битов, 7, 7 бит, а в байтах ищем, да, и все прошли. Значит, получается, 7 на 80, на 80 и на 8, 70. Да, да. Вот реально, вот, что здесь сдавать, вот правда, что здесь не ходить, вот так вот с улицы просто не прийти и не сдать, ну, само собой надо записаться перед этим, да, на ИГ, а понимаете, какие простые вещи, насколько нужны сегодня в стране программисты, инженеры, айтишники, что экзамены настолько снизили планку, да, а само собой, это, конечно, не весь экзамен, есть, конечно, сложные вещи, вот мы до них еще пока не дошли, не в этой теме вообще, в принципе, но у нас с вами впереди весь черный год, чтобы разобрать это. Так, давайте возьмем тогда следующую тему. Во, кстати, у нас с вами вот это вот уже побольше получается, давайте-ка сделаем такое. Эх ты, сколько же здесь, тут будет два в десятый. Два в десятый. Два в десятый. Правильно. Получаем 700 байт, да? Ну, ладно. Да? Ну, отлично, байт как-то даже не стильно. Ладно. Так, я думаю, надо переходить к следующей теме уже. Здесь все просто, однотипно, прям, вообще. Есть ли тот, кому требуется разъяснение дополнительной по этой теме? Так, это уже новая тема пошла, да? Так, во. Давайте, такое мы не решали. Так, на производстве. Так. А система на доставке, блин, на группу расхода материалов. Одинаковые, но минимально возможное количество бит. 9 бров, да? И это с 19 материалов. Так. 19. Да? У нас с вами... 288 будет? Нет? Нет, как вы считаете. Смотрите, у нас с вами 9 групп материалов, то есть... 9 мест, А 9 мест, да? Так, 9 мест, 19 материалов на производстве. У нас с вами 19. это между... это между... 5 бит, 2 в 4. 5 бит, чтобы закодировать 19 материалов, да? Вот. И 9 групп, значит, по 5 бит, получается 45 бит. Да? Да. Правильно? Да. отключаем 45 бит. Зашоренность не дает нам разобраться, что и что, правильно? Так быстро. Ну, все равно кажется, получилось. так дальше. Все ли поняли, что мы сделали? То же самое, только с другими словами, да? Хорошо. Так, вот еще. То же самое, как по велосипедистов, только 50 человек нашли. 300, да, 300 будет. 300 бит, да? Кому требуется объяснение, почему 300 бит? 6 бит, чтобы закодировать все, да? 6 бит, там 50, 300. Да? А 50 на 6 300 бит, да? Так, это надо заканчивать дело уже, надо дальше переходить. Так, автомобильный номер длиной 6 символов. Кстати, вот у меня в Олимпиадной математике есть такая задачка про автомобильные номера, там тоже вот эта вот комбинаторная проблема. сейчас я вспомню ее. Хлада, сейчас мы решим, вы будете сам решать, а я это вам найду. Вот так, у нас с вами длиной 6 символов, да? 33 буквы и десятичных цифр. получается 43 символа, что ли, получается у нас, да? 6 понадобится, 6 понадобится и на 125 умножить, потом в байты перевести еще. Так, дождите, у нас с вами всего 30 по 3 буквы, да? И 10 цифр, правильно? Итого получаем 40. А 3 различного варианта сделать символ один, правильно? Согласно? Да? Данный символ, данные символы, вернее, данные варианты кодируются 6 битами, правильно? Согласно? Да? Значит, если 6 бит на символ, и у нас с вами 6 символов, то у нас с вами 36 бит. Согласно? Угу. Да? Да. Угу. И если у нас с вами 36 бит, это у нас с вами так, на один номер 125 номеров, а кто быстро умножит 36 на 125? 125. Еще раз делить на 8, потому что мы с вами еще... А! А давайте-ка мы с вами иначе сделаем. А давайте мы вот так вот сделаем. 36 бит, это у нас с вами 4 с половиной байта. Правильно? Да? То есть по сути это 5 байт. Правильно? так быстрее считается. Согласны? Вот. И если это 5 байт, да, спасибо большое за ответы. Да. Спасибо за ответы большие. дамы. Так. Так. И получается 5 байт. Мы на 125 получаем 5 четвертый 625 байт. Да? Так ли? А с другой стороны 4 с половиной тысячи, если мы разделим на 8, сколько получится у нас 4 с половиной тысячи на 8? На 8. Так. 560 2 с половиной получил. 560 2 с половиной. Так, 560 3, да. 560 2 с половиной. А мы ошиблись получается, если бы мы сделали так? А то в чем проблема? А почему не так? Мы бы с вами 560 отрибы и вывели, как ответ получается, да? Ну, это было бы неверно. Да? Выходит. Номер хранится в байтах. Это будет ответом, действительно, это будет ответом. Номер хранится в байтах, да, и нам все, да, нам сказано, что каждый такой номер хранится в байтах, да. Спасибо большое за комментарий, я это пропустил, да. Спасибо большое, Валерий, да, действительно. Поэтому ошибки быть не должно, да, мы должны это были общей с самого начала. Так, дальше, дальше, идем дальше. Так. 8 символов, 20 букв, да. 20 букв плюс 10 цифр, да, а в любом порядке у нас с вами 30 вариантов, опять бит на вариант, да, согласны? Угу. Так, а 8 символов, 40 бит, да, а сколько байт это будет у нас с вами? 6. Все символы одинаковым целым количеством байтов. Что? 40 бит сколько байт? 5 байт, да, правильно? 5 байт, я считаю. Да. Значит, опять на 40, 200 получается, да? 200 байт на 40 номеров. Да. все уже оклинит уже меня. Так, дальше поехали. Дальше, 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 дальше. Где он? Вот у меня. 18 букв плюс 10 цифр. Да. 28 вариантов, 5 бит на символ, 7 символов, 35 бит, да? Правильно? Сколько байт? тоже 5, да? Да. Правильно? Да. Видите, 5 бит, это меньше 40 и больше, чем 32. Правильно? Поэтому 40 бит 5 байт на 60 номеров получается 300 байт на 60 номеров. Хорошо, хорошо, хорошо. Дальше, все ли это понимают? Кажется, да. Хорошо. Дальше, еще сделаем парочку, перейдем к последней, так понимаю, теме, и все, и закончим сегодня уже. Так, 30. Вы пока решите, сейчас я найду задачу про номера автомобильные. сейчас я ее найду, которая обещала. Страшка класса, наверное, для, ну, такая простенькая. так. 25. 25? 125. Сейчас 40 на 3, да? 6 на 6. 6 бит, 36 бит, 5 байт, да, 125, да. Хорошо, вот такое, друзья, сделайте, пожалуйста. Смотрите, действительно, у нас, вы не замечали, не видели букв, которые чисто, чисто, относятся к кириллице, да? на номерах все буквы, те, которые имеют свой латинский аналог. Здесь потребуется небольшой перебор, да? А у нас с вами три буквы, три цифры, а мы пока без регионов. Вот. Сколько букв у нас имеет свой аналог? А, В, правильно? Е, согласны? К, М, М, О, П, нет, Р, С, Т, так, 10. По поводу У не знаю. Все-таки есть разница, да, между этими штуками, да? Ну, да. Вот, наверное, все-таки вот так вот я бы сделал, и все. Да? То есть получается, что у нас с вами может быть любая комбинация из 11 букв, а причем буквы могут совпадать, да? Правильно? А буквы могут совпадать, а поэтому для букв у нас получается сколько? 11-3, да? Правильно? для букв и все это умножить на 10, а в 3-й минус 6-й, потому что да, у нас номер с тремя нулями запрещен. Правильно? Согласны? Идите всем понятно? Или нет? Почему умолчить? Вам либо понятно, либо непонятно? Да-да, мне лично понятно. Понятно, понятно. Да, хорошо. Так, ладно. Все, наверное, да? Здесь то же самое. Так, и здесь то же самое. Давайте дальше пойдем к последним номерам. И все. Так, система и пароли. И еще закончим. У нас с вами пароль, 11 символов, и каждый кодируется у нас с вами шестью символом. Правильно? Да. А сколько бит нужно, чтобы шесть вариантов закодировали? Три. А три бита, да? Так, 11 символов. Получается сколько? 33 бита, да? Так. А сколько байт это нужно у нас с вами? 5 байт, да? И 20 паролей, 100 байт. То же самое, правильно? А что мы с вами только что делаем? Давайте дело отработаем, и это все на сегодня будет у нас с вами. Так, дальше пойдем. так, у нас с вами семь вариантов, три бита, да? символ, значит, у нас с вами 63 бита, да? Получается, сколько байт? 8 байт, да? Да? Да. Угу. 32, да? 8 байт, значит, получается, получаем 320 байт? Да. На все 40 паролей, да? Да, хорошо. Дальше. стало ли больше понимания у вас, друзья? Конечно. Спасибо. Так, дальше, ну, здесь. По науке просто мы убедимся в том, что мы все знаем и закончим. Давайте. Так, А6 вариантов, А3, да? А60. Это 3, 180. 180. А, извините. 9, значит, 128. Ну, да, получается, 7. А, Это будет... 8, а что там с вами делится? А, это будет... да? 9 байт, 9 байт на псяк пароле, получается, 450 байт, да? Да. 9 байт. А, видите, поняли, почему 72, да? Да. Так, хорошо. Хорошо. Так, снова давайте, чтобы вы, вот, надеюсь, все поняли. У нас с вами 6 вариантов, да? А, 6 вариантов находятся между следующими степенями 2, 4 и 8, да? А, 8 и 2 в 3, получается 3 бита на эти 6 вариантов. А если 3 бита мы умножаем на столько символов, то получаем 69 бит, да? На пароль, правильно? А если 2 битах, то это 9 неполных байт. Да? Это нам нужно полные байты, чтобы закодировать, у нас с вами как бы это атомарное число, атомарная единица байт. 9 байт на пароль значит серт пароль и 450 байт. Так, Хорошо. Дальше. Ага. Так. 6, 3, 12, 36, 5, 20, 100. 100. Да? Прав ли? Прав ли? Да. Хорошо. Хорошо. Так. Я понимаю, мы уже приближаемся к завершению. Вот, то же самое. 3 на 20, 60, 8 байт, на 50, на 400 байт, да? Скажите честно, дети, кто не понимает этого? Кто не понимает, честно скажу? Сколько получится должна? 400. 400. Да, да, да. 3 бита, 27, 8 неполных байт, если 8 байт, на 50 пароли получаем 400 байт, да? Да, Хорошо. Так, ну, я так понимаю, что это уже последнее. О, побольше. Так. 10 символов, получаем 4 бита, 4 бита, 44 бита на пароль, 6 байт, да, 6 байт, не пароль, 6 на 70, 420, 420, так, ну, это, наверное, все включилось, друзья, в общем, друзья, надеюсь, стало понятно, действительно, у нас с вами по плану встречи темы информационные модели, это всякие поиски путей, тема тоже очень несложная, просто разберем, а то были повереннее, вот, а уже через занятие мы приступим к алгебриологике, и вот там, да, там, конечно, нам потребуется обожать, это всякие методы поражения и прочие-прочие варианты, вот, надеюсь, что мы с вами все разберем, все, спасибо, и помните, что, что никого слушать не надо, кроме, кроме нас, вот, то есть, серьезно, если вам так усиленно вас вас отговаривают от выбора какого-то экзамена, наверное, значит, надо выступать наоборот. Все, ладно, спасибо большое, до следующего раза. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.